Всем привет! Новые боевые рейтинги для тех, кто играет в War Thunder, это важная новость, они будут в игре в скором времени. И если вы хотите посмотреть те боевые рейтинги, которые не затрону я, то можете посмотреть, собственно, это всё в табличке, ссылку на неё оставлю в описании. Там и авиация, и наземка, и флот, и ещё дополнительные изменения, где вы можете найти, там, скорострельность, ту же самую, которую довольно серьёзно поменяли у ПТ. Об этом мы там поговорим чуточку позже. Давайте, собственно, поставлю какой-нибудь видеоряд, и начнём о важном говорить. Сначала, соответственно, про наземную технику, поскольку в ней больше всего я и разбираюсь. Вновь нерфят ЕБР. С 4.7 он уезжает на 5.0. В общем-то, для него это мало что значит, теперь он чаще воюет с тиграми, как он с ними и воевал, в общем-то. А вот китайский несовершенный ПТ-76 получает снижение боевого рейтинга до 5.0. Отнятый стабилизатор является ли достаточной причиной для понижения боевого рейтинга на одну ступень всего лишь? Ну, тут спорно, машина не особо интересная, хотя, учитывая то, что им подняли скорострельность, но об этом позже, наверное, это достойное теперь место для этого аппарата. Широкий Виталия, Селери Шариану, 2.7 получает, судя по тому, как я видел, в последнее время он нагибает, ну, видимо, пришло его время, хотя машина крайне непопулярная, есть у единиц и непонятно, почему ее, собственно, туда переносят. АБшки СТРВ обсуждать даже не будем, аркадные изменения мы тоже не трогаем, лишь заметим, что там понижают боевые рейтинги к усеницам и Валентайном. БТ-7, а на которую недавно я делал обзор, заимела боевой рейтинг как 34-ка. За что ее так, абсолютно не понимаю, как 34-ки 41-го, 42-го года я имею в виду. Ранняя 34-ка теперь обладает боевым рейтингом даже ниже, чем БТ-7 с пушкой F-32. Короче, бред, как по мне. С другой стороны, это просто разнообразие на этом боевом рейтинге, и БТ-шка была хороша на 3.3. Не думаю, что что-то для нее сильно изменится на боевом рейтинге 3.7. ЛВТ с Бофорсом, я их вообще в бою не видел, поэтому фиг знает, как на них скажется это изменение. Это дико редкая техника, которая выдавалась за то ли марафон, то ли какая-то еще акционка. Их вообще не существует практически в боях, поэтому тоже не важно. АМД получает ап боевого рейтинга до 8.7, ну а точнее нерф. Почему? Не очень понятно, но вероятно из-за того, что, собственно, достаточно эффективная оказалась активная защита. Биглайт Панцер получает 9.3, с 8.7 он уехал уже на 9.3, но не забываем, что ему дали стабилизатор, и он стал действительно хорош. С радиофугасами он прям противный. Пума 9.3. Как я и предсказывал в своем, собственно, то ли первом стриме, то ли первом видео, я говорил, что ее с 8.3 отправят на 9.3. Вот ее туда и отправили. Думаю, что это достойное место для этого аппарата. Посмотрим. В будущем, я думаю, может быть еще какие-то изменения. Но, тем не менее, 9.3 это уже хотя бы как-то вменяемо, назовем это так. Type 69.2G получает свой ап по боевому рейтингу. В этом случае я уже все правильно сказал. 8.3 вместо 8.7. И я думаю, что это хорошая штука для этого китайца, потому что он не выделялся ничем на своем боевом рейтинге, может быть станет поиграбельнее. Модификация СТРФ 90.40, которая называется Билл, уехала аж на 10.0. Чем этот швед заслужил такой боевой рейтинг, сложно сказать, поскольку от Пумы он отличается, не сказать, что прям сильно, но получает аж на 2, по сути, боевых рейтинга выше, что не совсем для меня понятно. Рад Камфаген получает 9.7 вместо 9.3. В целом логично, потому что это альтернатива тому же самому Кайлеру. Вагон М6А1 уезжает на 5.0. Это грустно, конечно, но полагаю, что ему там место. А вот Ёлка, на которую мы недавно делали видео и сказали, что она, ну, в принципе, терпимая, конечно, но все-таки не очень, поезжает с 6.7 аж на 6.0. Ее это ввиду довольно слабого дамага кумулятивами особо не спасет, но вы понимаете, что Эта теперь играет против 34-ок. Ну, может, по крайней мере, играть. С кумулятивами с пробитием 320 мм. Короче, броня обесценена полностью, а Ёлка как была не очень, так и ей останется. Хотя, мне кажется, на этом БРе получше себя будет чувствовать. Стокхаунд, видео про которого еще, скорее всего, не вышло, и я на него сделал видос, и ему подняли боевой рейтинг до 2.0, что полностью обесценило его и так скромные силы. М42 уезжают на 4.7 с 5.0, так что самое время делать видео по данным зениткам, судя по всему, как и по Азиз 43 и ЗСУ 37. По ЗСУ 37 видео, кстати, недавно было, в Аркадии у нее вообще был БР 4.7, непонятно почему, и она уехала на 4.0. В РБ уехала на 3.3. Это хорошее изменение боевого рейтинга. Она чуть-чуть чаще станет играть с теми, кого может пробить. Ну и здесь из интересного только Стюарт и Панцер 38, что, опять же, вот, интересным называется с натяжкой. Из авиации хочу просто вам шутку рассказать. Кфир Ц2, который был на 10.7, в Аркадии уехал на 10.3, а в РБ остался без заменений. Ну реально шутка. Ну чем этот самолет заслужил этот боевой рейтинг, я понятия не имею. То же самое касается какого-нибудь Ки-200 в Аркадии. Ну и нерфы японцев, причем в большом количестве. А6-М5, А6-М6, А6-М3 уезжают на 5.0, что печально. Уезжают на боевой рейтинг 6.0 162-е Хенкели, кстати говоря. И Доры Д9 получают снижение БРа до 9.0. Я не могу сказать, насколько это обосновано, просто выявляю что-то, о чем я хоть как-то могу свои комментарии оставить. Кобра обычно уезжает на 3.0, вот это я поддерживаю решение, потому что на 3.3 не совсем боеспособный самолет. А вот С-202, Маки итальянские, почему-то уезжает на 3.0. Причем что модификация Д, что обычная, что ЕС-ка. ЕЦ-шка с пушками. Не совсем понятно для меня, почему это было так сделано. Ну а все остальные изменения по данным штукам, можете посмотреть в таблице, потому что я в самолетах ориентируюсь довольно слабо именно в самолетных боях. Во вплоте тоже есть одна прикольная штука. Конго уехал на 6.7, про которое тоже было недавно видео. Но так как этот линейный корабль хорош, точнее линейный крейсер, то, в принципе, для него не составит труда бороться. Как он боролся с линкорами, там и всем остальным так и будет, там для него ничего не меняется. А теперь другие изменения, о которых, наверное, стоит сделать некоторую такую поправку. Из важного, ПТ-76 получили безумный ап скорострельности. У них была перезарядка довольно длительная, из-за чего играть на них было некомфортно с их низким уроном. Они делали 8,5 выстрелов в минуту. А теперь делают аж 12 выстрелов в минуту. То есть перезарядка у них ускорилась аж на треть. И, судя по всему, ПТ-76 сейчас станет очень неплоха. Чину-2 почему-то, это просто мем. Вот просто, чтобы вы понимали решение улитки. Они поднимали его с 3,7 до 4,0. Потом пообещали, что из-за того, что мы его, типа, нерфим, но вроде бы как, типа, не нужно его нерфить, мы поднимем ему скорострельность. А потом они его, ну, как бы подняли скорострельность, там что-то в районе с 9 до 10 выстрелов в минуту. А теперь подняли на 4,3 и убрали эту скорострельность. Ай, молодцы. Ай, просто, вот знаете, напоминает чем-то вот некоторые вот завирающиеся правительства, которые путаются в собственной лжи. Это просто трэш. Ну, улиткам, конечно, просто привет передаю, потому что это бред. Объясните как-нибудь по-другому. Да, им будет танк, переносим на более высокий боевой рейтинг, но не вот этого чехарда. Чито и Чито Лейд получают, наоборот, ап в скорострельности, то есть орудия приводят к одним и тем же характеристикам. С Чину-2, 9,3 выстрела в минуту. В руйкат 105-й доложили ДМ-33 снаряд. Это довольно забавно. Некоторые танки не особо интересные получили тут нерфа по скорострельности, это всё не так важно. Но, из интересного, Шушпанцер получил ап скорострельности, причём заметный. Раньше он делал 4,5 выстрела в минуту, а теперь почти 5,5 выстрела в минуту. А там, напоминаю, 150-мм пушка. И эта штука теперь стреляет практически раз в 10 секунд. Это забавно. Си Эй Лоррейн, который я хвалил и хаял только за счёт долгой перезарядки, тоже получает ап в скорости перезарядки. У него было 5,7 выстрелов в минуту, ну, то есть перезарядка в районе 11 секунд. А теперь 7 выстрелов в минуту, что эквивалентно там порядка 9 секундам перезарядки. И, как мне кажется, Си Эй Лоррейн, это крутая техника теперь. ЗСУ-57-2 получила ап, по непонятным для меня причинам. Ей снизили перегрев стволов и уменьшили разброс вот этого самого перегрева. И ЗСУ-37, Фон Конг и советский вот этот вот, Фон Конг Т-34, это вот та самая зенитка, про которую было не так давно видео, и в которой я жаловался то, что топовая бронелента оладает этими фугасными снарядами, и её нельзя нормально использовать. Все эти зенитки, у которых бичом их была топовая бронелента, которую они не могли использовать, получили ап, убрали эти самые фугасные снаряды из их бронебойных лент. И, по сути, все видео по этим танкам, а были у меня и по ЗСУ-37, и по Гонконгу-34, они стали неактуальны, потому что теперь у них есть нормальная бронебойная лента. Это для меня обидно. Но вот эти изменения считаю крайне важными, которые озвучил. А во всём остальном вы можете убедиться по ссылке в описании. Возможно, будут какие-то ещё изменения в этих боевых рейтингах и прочих-прочих там поправках. Поэтому будем смотреть за ходом всего этого дела, а я держу вас в курсе. И если для вас это оказывается полезным, то не забудьте поддержать видео. Ну а классические обзоры и прочие интересные форматы всё так же выходят на канале. Не забывайте подписываться. Благодарю всех за ваше внимание. На этом на сегодня всё. Всем удачи и до новых встреч.